вечер 21 июня вспоминает унтер офицер гельмут кулаковский поздним вечером наш взвод собрали в сараях и объявили завтра нам предстоит вступить в битву с мировым большевизном лично я был просто поражен это было как снег на голову а как же пакт о ненападении между германией и россией я все время вспоминал тот выпуск дойче вохеншау который видел дома и в котором сообщалось о заключенном договоре я не мог и представить как это мы пойдем войной на советский союз приказ фюрера вызвал удивление и недоумение рядового состава можно сказать мы были огорошены услышанным признавался лотар фром офицер корректировщик мы все я подчеркиваю это были изумлены и никак не были готовы к подобному но недоумение тут же сменилось облегчением избавления от непонятного и томительного ожидания на восточных границах германии опытные солдаты захватившие уже почти всю европу принялись обсуждать когда закончится кампания против ссср слова бена цайзера тогда еще учившегося на военного водителя отражают общее настроение все это кончится через каких-нибудь три недели другие были поосторожнее прогнозах они считали что через два-три месяца нашелся один кто считал что это продлится целый год но мы его на смех подняли а сколько потребовалось чтобы разделаться с поляками а с францией ты что забыл но не все были столь оптимистичны эрих менде обер-лейтенант из 8 селеской пехотной дивизии вспоминает разговор со своим начальником состоявшийся в эти последние мирные минуты мой командир был в два раза старше меня и ему уже приходилось сражаться с русскими под нарвой в 1917 году когда он был звание лейтенанта здесь на этих бескрайних просторах мы найдем свою смерть как наполеон не скрывал он пессимизма менде запомните этот час он знаменует конец прежней германии в три часа 15 минут передовые немецкие части перешли границу ссср артиллерист противотанкового орудия иоганн данца вспоминает самый первый день едва только мы пошли в атаку как один из наших застрелился из своего же оружия зажав винтовку между колен он ставил ствол в рот и надавил на спуск так для него окончилась война и все связанные с ней ужасы 22 июня брест захват брестской крепости был поручен 45 пехотной дивизии вермахта насчитывавший 17 тысяч человек личного состава гарнизон крепостей порядка 8 тысяч разные источники разные цифры точных данных нет в первые часы боя посыпались доклады об успешном продвижении немецких войск и сообщение о захвате мостов и сооружений крепости это 24 июня группа командиров плененных на южном острове слева направо 2 военврач второго ранга ермолаев сергей сергеевич 3 техник интердант второго ранга юровицкий абрам борисович 6 рядовой тунанов сурен александрович 4 часа 42 минуты было взято 50 пленных все в одном белье их война застала в койках но уже к 8 00 тонн боевых документов изменился бой за овладение крепостью ожесточенный многочисленные потери уже погибло два командира батальона один командир роты командир одного из полков получил серьезные ранения мало кто знает что одним из самых первых погибших был рядовой вернер умерший от разрыва сердца при выстреле орудия мортиры карл обстреливающий брестскую крепость после начала артобстрела советской стороны еще не было произведено ни одного выстрела а в немецких подразделениях уже были потери при высадке штурмботы на буги среди солдат подразделения лейтенанта крамерса начали рваться снаряды свои же орудий по одной из версий артиллеристы в крепости все же успели сделать несколько выстрелов тогда погибло 14 солдат из штурмовой группы предназначены для захвата мостов на муховце восточной крепости всего же только в первый день при штурме крепости погибло 313 солдат и офицеров из 45 дивизии донесение шлиппера о взятии брестской крепости но в этом списке не учитывались из приданных подразделений а всего только на кладбище в возле свято-семеновского собора на схеме указано 464 могилы австрийцев погибших при штурме крепости при этом были и другие захоронения в общем итоге безвозвратные потери только 45 дивизии вермахта опять же без учета потерь приданных подразделений составили пятьсот четырнадцать человек конечно это нельзя сравнить с потерями ркк в начальный период войны но тем не менее по воспоминаниям оставшихся в живых солдат вермахта из 45 дивизии именно в тот момент они поняли что нашла касан на камень это первое полевое кладбище немцев по крайней мере так утверждает подпись к этой фотографии а до победы оставалось еще 1411 дней ночей официально крепость окончательно пала 29 июня 1941 года когда немцами был локализован последний крупный очаг сопротивления восточный форт но даже после того как был пленен официальный последний защитник крепости петр михайлов гаврилов по данным из книги алиева и рыжова были и более поздние факты пленения бойцов ркк в крепости продолжали пропадать патрули и раздаваться стрельбы но эта часть обороны брестской крепости превратилась в легенды о которых я расскажу в своих следующих роликах у